Ну я первый подхожу и его уже подбором Вставили, ждет благословение Сказать слово Красавец Я их плохо слышу Говорит, ну сейчас же всем достанем, а больше всего мне Я готов к ничему Я специально приехал их, да, Тихонович? Я посмотрел, Головин к вам приезжал Как вы его тут чехостили Ну правда после него уже Ну думаю, ну, если мне достать Ничего страшного Потому что это то, что делают А они миллионы такие, это все симония Смертный грех Ну и людям соблазн тоже, самое главное Люди разные И поэтому в отзывах в Христе разные А в апостолах, а умен одинаковые, только хорошие Тысяча людей привел И никто в Библию руках не держал Это обман, больше которого невозможно придумать даже Денег кота и спасешься Ну все на месте Так, я вот что хотел сказать Вы будете заканчивать И еще время будет потом Переспросить что-то Я говорю не свои слова А что нам Господь сказал? Говорят, вот такие-то люди Там-то можно взять пример Как работа там, стахановец А апостол Павел делег в пример В статье Самые дурные примеры в истории мира Первая коринфия Десятая глава 6-11 стих Просто проверите, посмотрите Он говорит, это были образы для нас Чтобы мы не были походливы на двое Как они были походливы и погибли Это были образы для нас Достигших последних веков И ссылаясь на это Хочется сказать Сераха пишет неканоническая книга Помни последняя твоя И вовек не согрешишь Помни, ты умрешь А что будет суть Божий Это второе послание к коринфянам Пятая глава 10-й стих Апостол Павел говорит Всем нам надлежит предстать Присудилище Христово Чтобы каждому получить Соответственно тому Что он делал живя Доброе или худое Вот это немножко так запомнит И кое-что в жизни уже изменится Самый капитальный труд патриархии За прошлые советские годы Это были настольные книги Священнослужители Девятому Первое вышло Под благословением Патриарха Фимина В первую очередь Слово это Служительную церковь Третий дом 601-я страница Последний абзац Говорит так Определенную Серапим Саровский Я многогрешный Три дня и три ночи Умолял Господа Открыть мне Думаю Что же ему открыть надо О царя О его гибели нет О русских пастырях И дальше Прямая речь Дальше я уже не понимаю Как заговорил Бог ему И тут ему деревья зашумели И он говорит Я молился о священстве И Бог заговорил и сказал Не пощажу и не помилую Ибо они Слово мы Заменили вымыслами Божиими Псалом Еще перегибают Самый грозный Экзамен Он говорит о священнике Если одна душа По вашей небрежности погибнет Вам не хватит всей вашей жизни Рассчитаться за нее И за нее умер Христос А их миллионы гибнет по вашей вине Миллионы Они не знают На восемьдесят пять процентов В Аптиц Это бывшие православные А почему Я переписываюсь буквально со всем миром У нас очень хорошее интернетное сообщество Ну просто зайдите Ускать Есть такая система И в этой системе Наше сообщество Каждое Через два часа Раздается дозвон И начинается молитва Стопоклонная Сто восемнадцатый Солун Сто шестьдесят четвертый стих Право Давыд говорит Седьмикратно в день Прославляю тебя За суды правды твоей Не за то что у меня все есть За суды которые идут Украина и прочее За суды Ну а дальше подробное Полкование Яна Златоустова Это все некрасно При всей занятости Давид находил время Стать на водитву Вот у нас раздается Это около двенадцати минут Сто поклонов Уминают около ста святых И разбито поглупо Мученики Исповедники Женщины Ну и перечисляются святые отцы Все с поклонами Сто поклонов Два часа прошло Опять дозвон идет В это общество Как-то Кто позывает Найдите Просто Напишите Вячеслав Семенов Он семинарист Казамской Семинарии Он принимал крещение здесь Интересную биографию В горячей точке страны Участвовал В Сирии там был И нынче он был Но его всяких разговоров приняли У него знания Огромные Мы с ним очень близки Я за него был получитель Когда Крещение принимали И скажите Что вам сказали И как войти в это сообщество Не понравится? Вы шалуй Но вы увидите Сколько там есть Сколько вопросов Решается Повторяю То что я вам дал визитке Кому не дал Скажите Я вам дам Вам давал Дело в общем Мы ответственны Особенно за то Что перед нами Мы заходили По Кровский собор В Барнауле Другой серквито не было Батюшка был там Вы слышали? Геннадий Фас Геннадий Фас Магистр богословия Бывший Минонит Преподаватель Ковского университета Физико-химия Математик И мы познакомились И вторая встреча Закончилась тем Что он Принял православие Небец А через него уже там Брат принял Родителей Ну и Ясно дело Он Закончил семинарию Академию Это удивительный человек Вот он сейчас В Барнаульской епартии Тут было Преподавание Ну его где-то вызывают И говорят Знание его Основано на Слове Божием И когда он пришел Здесь вот Мы познакомились Там в Барнауле Это у меня Вторая столица 62-16 И он Поехал В Новосибирскую Епархию Принят правильное Крещение С троекратным Погружением А владыки Дюнного не было А у него секретарь был Дивоваров Отец Александр Заберевший в машине Это Магистр Это был Кандидат Божостовских наук Вселичайшим Талантом Проповеди И вот он Ему Говорит Вот вы Пришли Тогда еще был Генрих Потом будет Геннадий Примет крещение Скажите Скажите Что вам У нас не нравится Или по вашему учению Вы же Библию читаете Он меня даже испугался Такой ответ давать Я сразу сделаю с врагами С врагом для всех Он говорит 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 Ну а открыто Говорит Как Я сначала должен Людей Пробудить Круги А строгость Это любовь Без строгости Ничего нет Если родители Не наказывают детей Они их потеряли уже Их уже нет Их будет Другие наказывать В чехол выталкивать И поэтому Не жалей Говорит Розгинь Не обращая внимания На крик его Чтобы впоследствии Утекаться Приводать Соломону И он стал говорить Священники Опустили голову Устав Самое простое Вот я говорю И вы ни один не выполните Вот Деревня Ну какая то деревня Посмотреть не на что Но она зарегистрирована В краем отделе юстиции Наш устав По этому уставу Приезжают священники Устав для церкви Просто не успели Прихожая там висит Шестнадцать правил Такие у нас Шестнадцать всего И дополнительно Через несколько лет Увидели Чтобы там не доносились Целопаны Мешочки Не шабарщали И все на основании Слова Божия Вот Первое Самое болезненное Сегодня Это Мамона Господь говорит Не можете служить Богу и Мамоне Бесполезно Пытаться Да я вот так Да тот Сейчас упомянули человека У них По соглашению Молитвы Совло соглашение В Библии встречается В семидесяти семьях книгах Только один раз У Пророка Даниила 10.33 Один раз Это означает Было соглашение С Ребентропом У Молотова Пакт нарушен Это соглашение А в церковных Енистях Ни у Златоуса Ни у кого этого слова нету Даже слово И то оно настораживает Как можно было объявить На весь мир И люди приходят За молитвы Будем поминать Сколько? 750 тысяч Это за одного человека Сколько поминать? И что там просят? Вот этот Семенок Вячеслав Он был С ним очень близко Я говорю Сколько в это время Когда я был Которые участвовали У меня 2 миллиона человек Умножьте на тысячу Что получится? 2 миллиарда Ну допустим Даже меньше будет Но за деньги Ничего не продается Был такой человек Удивлял всех И когда увидел Как Дух Святой Дает исцеление И проще Пришел дал деньги Хотел дать деньги Вот сегодня Вот Сцепились за это дело А ему сразу Было отвешено Что не пройдет Этот момент От его имени Теперь Грех Симония У меня материалы Собраны Я 40 лет собирал материалы Книга у меня называется К истинному православию У кого эта книга есть? Так Есть 2, 3 Слушай Смотрите Вот Если Вот видите Который показывает По этой книге И диссертации защищает Я 40 лет Собирал материалы Материалы Основаны только Что в Библии говорит Святые Отцы Каноны Церкви И Жития Святых Вот 4 параметра И там все это В кавычки взято Можешь проверять Не проверять И как там говорится Определенно Торговля и храм Несовместимы Торговля и храм Несовместимы Вы знаете Что имя Богу любовь Первое Мы считаем об этом В первом послании Иоанна Бог Есть любовь Но вот Бог Есть любовь Люди Как понимать Ну какой бы ни был Приходи Тебя Бог спас Не так Вопрос задается один А кто потопил Первый мир? Бог А имя Ему как? Любовь Кто сжёг города Содомские Пять окрестных городов? Там были и дети И жёны Которые не участвовали В грехе Все погибли Это Написано Пример для нас Пример серьёзный Если Бог их не пощадил Почему нас он пощадит? А когда это На каждом шагу У меня там приняты Были материалы все И взял ещё Материал На инорхальном собрании Как говорил Патриарх Алексий II Страшно подумать Что деньги берут Даже за крещение За таинство За венчание А теперь Придумали Добровольное пожертвование Три тысячи Пять тысячи Обман детский И он говорит Это самая настоящая симония Это его слова дословно Церковная хроника У меня указано Вот издание страницы Об этой книге Вот у нас суставы приезжали Тут архимагриты Фотографировали Сердцем отдали Всё Поехали Свои священники Буквально задушили Ничего нельзя сделать И когда мы рассуждали Что сделать Чтобы не было торговли Вот это Ходьбы Разговоры Безобразие в церкви Любой Постучал Свечку передать Кто пришёл Кресту Кресту Храм-то Храм-то пустой будет Безбородая Когда над бородами Насмеялись Полбороды обрели У Давида Он в земной Иерусалим не пустил Идите в Верихон Город проклятия Сидите пока бороды отрастут Считали? Так Ну кто знает Что это так описано? Ну кто считал? Это вы первые должны поднять руку Да так Они наверное каждый день там измеряли Подравнивать нельзя было Мы идём в небесный Иерусалим Да это так мало О бороде просчитали она Златоуса Малого Бог не говорил Я насчитывал 12 томов Златоуса Распространил на плёнке 12 томов По благословению Гидиона Тогда было в посте 12 томов Жития святых 5 томов Добратолюбия Там Игнатия Валичининова 50 томов примерно А книг тогда не было И притом я издавал не просто шаблонно читал А 365 дней И на каждый день Это 12 месяцев Жития святых 1-й век, 5-й, 15-й Я все 365 дней Простал от 1-го века Потом с новой катушки 2-й века Недостающие Которые оставались на лентой дорожке Насчитывал труды тех отцов Которые там поминаются Это сколько времени ушло на это И это всё сегодня стоит На наших ресурсах Которые я дал 50 томов Аудио Если мы хотим спастись Мы должны задуматься это Не завтра, а сегодня Господь никого не бил Только торгашей И он прямо говорит Дом мой Он не ваш дом Священники всегда считают Он тут король Да Фотографировать нельзя Вот иди там заплати Тогда можно Ну явное дело что О чём-то другом думает Вот это соглашение Сатануне с человеками Определённо Чётко Сегодня нужно сказать Иисус был прав Да и так знаем А? Если знаешь Что выслушать дальше Один стих Запомнись на наизусть Евангелия Иоптиана 12.48 Маленько Один Запомнись стих Один Господь говорит Я не сужу вас Слово Которое я говорил Оно Будет судить вас Последний день Для меня это был Стих Который Жизнь мою повернула Я в 23 года первый раз Библию в руках держал Евангелие Первый раз С детства Верующий был Мать сказала Нельзя пионеры Танцевать Там женщины Бог там всё это сохранил Даже-то ничего не знали И люди Сегодня в детках Каждый думает Вот умрёт Тогда за нём помолятся Меня никто не мог обмануть Я знал Что я буду в аду Я же не делаю что Не курю Вот мне 83 года И я матери ни одного ещё не сказал Попутно скажу Ни одной таблетки не съел Но я точно знал Моё место только в аду Меня Бог Всё время держал на этом И Бог трогает сердце человека Особенно на том предмете Который ты любишь Я очень любил старушек Вот они бездомные Выбороженные где-то Жить надо было так А отец нас Инвалид войны без рук И нас 10 ребятишек Вот Третий уже Брат наш Пять братьев, пять сестёр И как уверовать Ничего божественного не было Но знали иконы Старобрядцы Тержаки Селение целое Бога знали А Христа не знали И вот Господь сегодня Открывает Слово, которое я говорил Оно будет судить И взял Бищ Сплёл Гладков объясняет Что отошёл ему От храма По повелению Иерезы Это бищ взял И изгнал Всех Бомона Бомона Это деньги А можно без денег? Можно По божественному А как? Ну как у нас? У нас нет торговли Вообще нету Ни за свечи, ни за что И свечи только чисто восковые Я дальше продолжу Воруйте Воруйте Божью десятину Сами вы не платите Вы с десятиной тоже должны платить Десятину Если этого нету Не надо обижаться на это Вор Это тать А который берёт божественно За свечку Святотатис Поэтому каноны Из церкви Ничего нельзя брать Святотатис Хочешь быть? Но я хочу благословение Благословение Это Две грани Первое Самое первое Двенадцать три бытия Бог избирает Авраам Благословляющее семя твое Тебя Будет благословен Проклинающий Будет проклят Я недавно большой ролик выставил А изделия Больше человека Чтобы любил народ И он народ не был Современный Христа До времени Пока Не коснулся Богоизбранного племени В этом Проигрыш стопроцентный Я говорю о евреях Это такое Как Павел говорит Я готов быть отлучённым за них За родных мне по плоти Для себя просто иметь Это вот Первое А последнее Не платить десятину Проклятием Вы проклят И весь народ И спрашиваете за что За десятину Так в новом завете не сказано Сказано Приносили всё имение Возлагали Если ваша праведность Не превысит праведности Книжников Парисеев не войдёт Царство небесное А за что десятина Господь просто говорит Ты сам себя сотворил Нет Кости Кто тебе так разложила И сухожилия жила Бог А землю на которые ты летишь Кто дал Бог А кто тебе дал Воду Воздух Ну всё же остальное это Бог Ну возьми его в компаньоны Господь говорит Возьмите Мои сто процентов Но я прошу только десять процентов Это понятно И ничего не изменилось Точно так же Мы зависимы От всего Что в руке Божией Мы зависимы полностью Десятину установить Платить то никто не будет Потому что чужие У нас все платят Ну будут ревностные люди Которые будут понимать Торговля должна быть выброшена Господь опрокидывал ящики Выкидывал Выкидывал всё оттуда Голуби разлетели Скотину выгнал Дом мой Так что не гордитесь Это не ваш дом Вы в этом доме Должны наводить Порядок Который Бог установил А порядок там один Я хозяин этого дома Когда Господь Из храма изгнал А к нему не приставали А тут сразу А какой ты властью это делаешь Там власть только одна Божья И который Богу служит Поддерживает Божий порядок Какой властью Он говорит ему Что я скажу Вы не поверите Вот я С темы на тему Как бы увязываю Показать Вот деревни В Алтайском крае Когда мы начинали делать Триста Семьдесят Деревень уничтожено было В стране у нас сейчас У меня вот немного устаревшие данные Года три назад уже Пятьдесят одна тысяча сел исчезли Государство Образующая основа в дребезь Этого нигде в мире больше нету Уж не говорим о том Что за пересройку только Это сто двадцать миллионов Побортов Сбережения народа нет Это по выходке Говорят еще она заниженная Смитрий Иванович Менделеев говорил Что к 2000 году у нас русских будет шестьсот пятьдесят Больше полмиллиарда Змей Галиныч сожрал Ни одного Ни два Полмиллиарда И как А ты начни с тебя Я сегодня услышал И скажу Господи Дай мне силы Быть тебе верным И не нарушать что-то А как архиерей будет жить десятично Вот вам пример Просто у нас нету Торговой точки нету Нам нужны свечи Свечи должны быть чисто восковые Батюшка покупает Знакомого Который Хороший Пщеловод Свои сестры льют Вот они свечи горят А в церкви что Зеленая Красная Синяя Десятая глава Десятый стих Ивитов говорит Нечистое Нечистому Мы даже этого не видим Лишку ставили Шли покупали Я в церкви дворником работал Дворником работал Я знаю эти порядки Деньги не берутся за причастие Но подойди две свечки положи Полная корзина Опять ее туда огольнули Сколько она стоит Священник получил исповедующий Я эту картину у них понаслышке видел Свечи иногда Несколько раз в день перепродают Одни и те же А куда зажигать церкви У нас зажигает не каждый кто хочет А кто установлен на это Бог светило зажег Я попутно скажу Сегодняшние данные В космосе Скорость света Какая знаете 300 тысяч километров в секунду А обнаружены Планеты Созвездия Которые отстоят от Земли На 4 миллиарда световых лет Хочешь в свет Хочешь нет То есть везде Бог Везде свет А где Бога нет Только в душе грешника Никающегося Покаясь вот в этом Вот сейчас бы архивеев встал Стал Все больше мне денег Никаких ворованных не приносите Купли-продажи нету Я по миру пойду У меня душа одна Ну 50-то лет уже Недалеко Рядом Каждому из нас Да и каждый доживет еще до них Не получится Когда я пришел А зарегистрированная у нас Турская православная Зарубежная церковь Тогда 6 священнослужителей Сразу отошли Только открывали тогда приходы И православные знают Где деньги с них содрать Налоговые Мы православные А как свечи не продаем Как не продаете А у вас свечи нет Есть Мы сами их льем Они с кабинета Пинет забегали Православные Так и ничего не взяли Ни рубля А то что будет оставаться Где Это нуждающиеся Я немножко из биографии хочу сказать Я покаялся За все 27 сентября 1962 года 17.00 Латвия Город Венспас Улица Карла Розенберга 18.4 Меня пригласили Я сошел на берег Корабль на леди стоял Я служил в морфлоте И потом Устроился Поступил в высшее мореходное училище И вот Там меня Бог нашел Я занимался много разными языками В это время я оказывается на 7 языках занимался Хотя в школе иностранного языка не было Вот немецкие первые буквы показали Он Прошло сколько там Пол 6 месяцев Я уже в них проповедовал На немецком языке Английский у меня за 4 месяца получилось Но все это мизерные знания Когда я узнал какие глубины И Господь меня поймал на 2 главе Деяния апостолов Когда заговорили на их языках Они 50 эти Вы не верите? Не верю Нужен срок Ну, латышский язык Я за 3,5 Стал разговаривать Читать А там нисколько не надо Когда Бог открывает Это попутно Я имею этот дар И читаю Павел говорит 3,5 года я учил со слезами Я учу Не имея образования Как сегодня пишет Доктор богословия Павел Бачков У нас перепечатан в епархии Алтайской Студенческий журнал Семинарский журнал Покров Что Как бы ни принимали Тысячи людей Которые пришли Поголосали Не десятки А тысячи Куда вы денете? И все заглохло Я когда дал просчитать Метрополиту Сергию Он зашел в мой дом Это хороший отзыв Я говорю Конечно хороший Он когда приехал Сильно тут было противодействие Я вывешал объявления Про детский ладон И скрывали Подписывали ересь Как приехал Метрополит Здесь все кончилось Никакое выражение Где не было И так Расправиться Нужно с деньгами И научиться плакать У меня слез нету Я моряк Я на море Просоленный Чего плакать я буду Когда у меня стопроцентная Здоровая Там хиликон не берут А когда Павел сказал это Я стал просить И в одном месте собрались Там они Тамошние Руководители И говорят Вот мы ждали одного брата Тогда Библию достать Билла Это вопрос Ну как-то достали Библию Как двадцать шестого года издали Заграничные И они его приготовили А админ сказал Брат почему-то не пришел А вот у нас Новый брат На меня показывает Хотя ни одного дня не был Иной как только православный Мы подали ему Библию И вот это был прорыв Я вышел В коридор Для одежды висит Уткнулся в нее И весь вечер Защищая собак Плакал Не могу остановить Благодарности Как Бог услышал мою молитву Поэтому я каждому говорю Заботись Плати десятину Попутно Я возревновал об этом И сказал Господи я буду платить Девять десятин Тысячу заработай Девятьсот сразу Дело Божие И шестьдесят лет Так и прожил Нынче будет ровно шестьдесят лет Как я давно Поэтому на двух-трех работах Приходилось работать Я строитель По стране Пеща ложил Там Достойно того И нужное И платится Девять Я встречал только одного из сектантов Кукушкин фамилия В Латвовской области Сектант У него девять ребятишек И платят Пять Пятьдесят процентов Половина Пять Десяти Десятина А откуда вы узнаете Что надо кроме одной Здесь рядом Подъехать ли И у кого нет этой книги Я вам подарю ее Потому что полный У нас трехтомник вышел Видели его? Трехтомник Толкования Нового Завета С Апоколипсисом Впервые за две тысячи лет это вышло Полно С Евангелия от Матфея Блаженов Яфилак Это евреем заканчивается И далее Отец Геннадий Фас Собрал из всех святых отцов Апоколипсис И он куда Раскрасили Двести тридцать иллюстрации Я там даю Триста девятнадцать комментариев На места где говорится О проповеди О любви к Слову Божию То есть подобного материала Никогда не было Это три тома Видели В библиотеке Путина показывали Недавно Андрей Ткачок Давал там интервью Как занятия было Показывать в библиотеку Дошел до моих книг И остановились Трудно было найти его Находясь У нас Для Слову Божию Нетусь Трехтомник Нового Завета Трехтомник Сейчас мы думаем Собираем Цена увеличилась Несколько раз Три тома Пять тысяч Всего экземпляр И нужно было Двадцати пяти миллионов рублей Это сегодня Почему? Потому что Лес весь В миллион Укубометров Уйдет в Китай Все бумажные комбинаты Там все надо Покупать здесь У меня на сетной бумаге На меломанной Фотографии В каждом Доме 64 святых Прометий Это все я попутно говорю И так Торговля Избавитесь или нет? Но знаете Торговать нельзя Если торговля Отсюда Выход Она была до времени Пока Христос не пришел В этот храм Притом Он дважды сходил Вначале говорит Домом торговлю сделали А когда считаю Мы уже Перед самым концом У Иоанна говорит Дом мой Дом мой Дом мой Сделали вертепом разбойников То есть может быть Вы все разбойники Уже сидите здесь Вы сами себя Без поиска какой-то Лазейки выйдете Скажи Да я торговал Да я на эти деньги питался Да я Это любой может сказать Без этого раскаяния нету Раскаяние Это Ну металлое Знаете Поворот Пока в другую сторону пойти Сегодня Ты думал так Ты вот подойди Посмотри И поговори А вы знаете Те которые отменили Знаю Но очень мало Отменились седьмого дня Там двенадцать миллионов Ни одного не было торговли Никогда Второе Иеремия 48 глава 10 стих Два проклятия Господь говорит Проклят кто делал Господне делает небрежным Первое проклятие Проклят это в аду будет А как тогда Ну вот послушай за что Дело Господне Ты не знаешь что Ремонтируешь машины Там Что-то делаешь Ну оно надо будет Ты для себя Для других Именно Господне дело Это таинство в первую очередь Крещение Примерно девяносто восемь процентов Некрещенных Это не я говорю Патриарх Алексей Второй И он говорит Не крестите там Вон Ельциневский Лука Ни одного моченого Что вы сейчас в храмах Безумство И скрещенники делают Не признавал Ни нуль Нет перекрещивания Тебя обманули В темноте вместо денег Фантики какие-то дали тебе Из под конфет И во фоне Которые Отсюда приезжают С ними говорим Их сразу крестят В море И все Слово крещение Переводится одним словом Погружение Тауфа Баптизм Другого перевода нету А где написано Что полное погружение И Евнух И Филипп Оба сошли в воду Вы считаете право Ехал Подошел Прямо к Филиппу И не стали рассуждать И Дух Святой Определил А почему Это с Украины все идет И когда стали вопросы задавать В интернете Как вы смотрите На эту военную операцию Я привожу Один стих Проклятие Которое постигло Из-за Украины и России Все ересь Оттуда идут Православие Испоганили они И то это Архим Андрей Проговорил еще 250 лет назад Это я не своими словами выражаю Ну что делать Ну вы сами решайте Я не креститель Вот батюшка Ни одного не будет Мочить Седьмого июля Или за седьмым Ну До первого воскресенья Если это послушали Восьмого попадают В седьмое Это до первого воскресенья За седьмым В озере Все подготовлено К этому С людьми занимались Приезжают Вот они здесь По порядку Которые у нас Сидят Поднимите руки Кто здесь крещение принимал Вот смотрите Это нынче Вот последний сидит Авраам И менты какие А сколько сестер Вот нынче Семнадцать человек С детьми были Подготовка какая В озере И дальше все остальное Помазание не повторяется Только погружение С произнесением всего Что для этого требуется Мы выставляем ролики Вы можете посмотреть Это то Что делал Архиепископ Лука Война и Северский Что делал Христос И говорит Крестил Ам креститель Без енона Где много воды А зачем много то Рисует у нас Пушка Или что-то На Христа Поливает А Христос Пятки едва закрывает Это обман Вот у нас заходит Вот так Под воду Сантиметров двадцать Еще Они крещение принимают Крещение Это погружение Другого перевода Вообще нету Где говорится И там у меня Подробный материал Я привожу Сто тридцать шесть Свидетелей Это буквально Всех святых отцов Жития святых На первом месте Библии К истинному православию Отдельно Покаяние Ну все остальное Слово Божие Я этому Отцу Владимиру Сказал Головину Он говорит Смотрите Фатимская Богоматерь Как Бог заботится Матерь Его Заботится о России Фатимское чудо Фатима Я говорю Батюшка Это же обман Это дьявол явился Там не было Божьего Ничего нету И там дается полный разбор И после этого Жорта никто не раскроет Им нужно только нас Под папскую туплю подогнать И больше ничего не надо Значит Первое Полюбите Слово Божие Выпросите эту любви Как я просил слезы И второе Перестаньте кощунствовать над таинствами Одна причина развода Неверность супружеская Сегодня в патриархии Двенадцать причин дают Одна и двенадцать Всё-таки большая разница Если Иван Грозный Шестой раз женился То сегодня хоть шестьдесят шесть Чтобы не нарушить Не вести общее хозяйство А сегодня общее хозяйство нету Хуже мусульман У тех Четвёртая сура Третий аят в Коране Говорит ему Сколько иметь Один из них Двуссотый раз говорит Женился недавно Но устав не нарушил Когда берёт он Ещё одну Четвёртый Вот плёвый Следующий За четыре Не переходил ни разу Мы хуже мусульман Сколько было При живых жёнах Сколько раз сменчали Аллу Борисовну Что Как кощунся там Все они отсообщали Что она делает В чём приезжает Зачем таких допускать до таинства Она вообще ничего не знает И не понимает Это и Жириновский как-то Вылетел всё в глаза И так Таинство Посмотрите Сами себя проверьте Я боялся говорить Но вижу Архиерей Открыто Смотрит Я Привык уже Метополит Серьезы И так встречаются Я у него как-то был Попутно скажу Он позвонил Чтоб я пришёл Называется Миндальная повесть Я говорил один час восемь минут А он ни слова не произносит Я говорю Владыка вы хоть Что-то скажите Он говорит Золотые слова Игнать Тихонович Не умолкайте Вот Я посмотрел На вас сегодня молился Я говорил И это вас не хочется Буду говорить А вы Оттолкнётесь И всё Вы знаете где мы находимся На двадцать шестое Сейчас скажу Елены здесь нету? Здесь я Елена На двадцать шестое назначено На двадцать шестое Да Посмотришь Мы тут Дело такое Судебное До нас завели Я взял всю вину на себя И будет суд Двадцать шестого Помолиться Почему? Когда потерять не было А мы же приезжали Это наша деревня Мы тут жили Ну и распахали Там приезжали Трактористы Наняли 0,78 гектара Гектара даже нету-то Но туда Это с этой стороны А с южной Берёзы Рощи Семя нанесло И оно как от марморков Растёт Не прореженное Ну процентов 50 с лишним Погибло сразу А мы там скотину не допускают Пожары сохраняли И они растут Разные Сейчас уже Дополненно растёт И засыхает Ему надо просто И мы Выпилили кое-что И нам нужно Вот где едите Свай забивали Государство Это принято было 23 марта 1992 году По номеру 47 За подписью Сурикова Бывший губернатор Алтайского края Второй пункт Восстановить Посёлок потеряем Восстановить Это не на дорогах Табличка висит Это всю инфраструктуру Пять прудов Всё что здесь было А государство Ни рубля так и не уложило И мы своими силами Всё это делаем Сами Дороги Вот от цены Вот От Игоря И туда до низу 239 тысячи я отдал Только за щебень Не считая Песок Только за бульдозер Который Пригоняли из разных мест Его привезут Платформа Сопровождает 546 тысяч При пенсии 6 тысяч Потеряем И ни одним рублём Не участвовало А как Мне только стоит Подумать Помолиться И к утру все деньги На столе держат уже Люди не верят А как Я отвечаю Живой человек Живой Бог Живая молитва У меня как-то Я попутал А попутал Примеры Хочу сказать Приехали два священника Мне завтра книгу Выкупать Там 4 том Открытым оком А это 33 тома 852 страницы А где они Не знаю Давайте помолимся Я вижу у них веры нету Легли спать А у меня правило После 9-ти Чтобы никто не звонил Это лишнее время моё Не отвечаю Сейчас прошло Звонок А где вы находитесь Я говорю Вон кого надо Нам нужно Я говорю Мы в России находимся В Барнаву А у вас церковь во имя Климента названо Я говорю нет Это детский лагерь во имя Климента Анкирского У нас дядя Климент умер И говорят Молитва там особенно доходит Дело во имя Климента Примеры сутки Я говорю Нет Ну помолимся Все равно Ну так В остальные неон зайдите Столько-то долларов Утром я уже книгу выпил Мне нужно ехать Ехать я только Вот мы из Барнаула Прошли до Владивостока Порт на Ход И два человека Миссионеры Два Никак И шофёр Дальнобойщик И собака Собака стала чемпионом России Под защитной караульной Золотую медаль Я после этого на выставке получила И искупалась она в Тихом океане Вернулись Открыли Шенгенскую визу Там 5 тонн литературы Которая у меня вышла Закинули Сначала было шахты Это Руссовская Какой? Руссовская Руссовская была Вот Другой раз в Калугу Забросили И оттуда уже мы И прошли до Португалии Лиссабон Прошли в Скандинавию Все государства Европы Скандинавии Прибалтику Ну и здесь ясно дело Местное Рядом Казахстан Дагестан Армения Турция 650 библиотек Получили от нас книги Нам обошлось это 35 миллионов рублей Подарок При 6 тысячах пенсии У меня минимальная пенсия Мне не давали нигде работать А тогда было два дня работы Что я не ездил Отправляться туда Я освободился только в 87-м году 25-го марта Вышел указ Президию Верховного Совета СССР О помиловании всех 210 политзакрещенных Не реабилитация Реабилитация наступит 4 января В 95-м году только У меня полная рябилитация Реабилитация Их год Я себе без ума выпью Бесплатно ставлю Ну добрая власть Она их не покинет А обо всех заботится Вот это я хочу сказать Что Если у вас послышат Нужные деньги Вот смотрите Я деньги получаю На только тот конец проехали Когда мы до Португалии 440 тысяч на бензин ушло Да и мы то еще как-то Сами тратим на что-то И вот это все позади И все это отображено в наших книгах В книгах я отвечаю Как у меня главное это сайт Вот который вы видите Сайт называется Во свете Библии открытым оком Открытым оком Это 4-15 числа Я говорю там Ну человек Привет, ребята Открытым оком смотрю Что дальше будет Но во свете Библии Это понятно Я там отвечал Я одновременно Его занятия в 5 университетах И 13 школах Во всех отделах милиции 4 Городское УВД И краевое Во всех воинских частях Алтайского края Заводы и паблики И 3 радиопрограммы Еженедельно По ранней телевидению То есть у меня на сон Выходило 2,5 часа Господь позволил мне Так вот Сила была И что Ну а вот теперь Готовы Берем только результат Часть вопросов Ответов Сохранилась Один человек сидел На первой скамейке В университете И все записывал А потом приходит И два ящика приносит И говорит Я записывал Я уезжаю Я вам даю Ну а тут я теперь специальный Наход за ногой нажимаешь Включаешь И на машинке отпечатаешь Это все в книгах 4124 вопроса Вопросы какие Пять параметров Первое Что по этому конкретному вопросу Говорит Библия 77 книг С неканоническими Синодальные издания 1876 года Другие Не признаю Никаких там Что там Кто написал Переводил К синодальному переводу Не признался Ни один во всем мире Это я докажу В течении 5 минут Поэтому Не склоняйтесь Что новые переводы Касьяна Какие-то там Адвентийские Иеговисты Нету даже близко И вот если Я отвечаю По вопросам Я называю Стоит за капитрой Это в Новочном городке Новосибирске Я там вел занятие еще Что говорит Библия Я отвечаю Какая книга Какая глава Какой стих Второй параметр Что говорят по этому вопросу На все 4124 Говорят святые отцы А это 300 томов Все святые отцы Дальше И что по этому же вопросу Говорят Жития святых Из 1173 жития Плюс 174 Я еще взял Из второго Третьего Атонна на столе Книги свящего наслужителя У многих канонизировали Других Которые тогда Дмитрий Ростовский не захватил И Четвертый параметр Значит По житиям взяли Святых отцов Взяли Каноны церкви Что говорят Из 719 правил Которые действующие А их 989 Остальные веренные были К определенному лицу 413 В ваших храмах Везде нарушаются 57 процентов Всех правил Семи вселенских Девяти поместных И тринадцати святых отцов А у вас как Ни одного не нарушается Меня священники Пытались уловить И собрались Вначале задавать вопросы Вы нарушаете Три Отработанных вопроса Я в течение Пяти минут Разбил Они согласились Скажу какие С подвохом И вот здесь Если Ты Желаешь Человек Бог поможет Это невероятно Что Бог не услышал Молящегося И пятый параметр Что говорят Пятьсот поэтов мира За три столетия Пятьсот поэтов мира Так Видишь Маша Надо выходить Еще маленечко Подожди Я вижу Ирия 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 Я могу определенно Сказать Что пишут Подобных ответов Нигде На интернете больше нет Нигде Я показал вам Три канала На одном ТК канале У меня там Двадцать Две тысячи пятьсот Тут был отмечен Еще больше роликов своих Ролик это фильм Где-то семьдесят один Кажется миллион просмотров Больше чем Половина страны Это вам все даром Я как-то Бил занятия В академгородке А там Они профессора академики И вот вопрос задает Я отвечаю Я могу вам позавидовать Как легко дается Сколько же я учился Доставал книги Запоминал А он говорит Не сожалеете Мы как быстро получаем И так Проклят Кто дело Господне Делает небрежно Себя определи Какой у тебя талант И второе проклятие Проклят В этом стихе Иереме 48 действий Проклят Кто меч Господь И удержит от крови Я сказал Молиться о мире В полном понятии Что Господи Убери войска Накажи правителя Мы не имеем права Чтобы не получить проклятие Это за то Что они заразы Всеми ересами Через Украину Имеешь Божий послан Я не побоюсь сказать Что в данном случае Президент Российской Федерации Как помазанник Божий Выступил Как это помазанник Помазанник означает Христос С маленькой буквы И говорит Скажите царю Киру Моему помазаннику Да он же язычник Дело Божие делает И решится на такое поступок Как сегодня Последнее выступление Патриарха Кирилла Может слышали Он говорил Выступает И на фотографии Там Даже через них Видно там Шойгу Сергея стоит Я прошу вас Патриарх Молитесь о президенте И о военачальниках Вы услышали это? Поставьте это за правило Хотя бы раз ночью Проснусь и помолиться Ему очень тяжело Весь мир буквально готов Загрызть его По крайней мере Потому что мы знаем Как блокировать Не проехать И прочее Он нуждается в нашей помощи Это Патриарх Кирилл говорит Мне это Очень близко Я знаю что такое Жизнь среди тех людей Вот мы Березки эти брали А тут нашелся Свой Соглядатый Дорик и Думиянин И сообщил туда То есть Предательство Риуда Ну и начали с комиссии Вызывать Ну и все Приехали Вот они здесь А они Один руководитель сказал Ну а в прошлом году то вы брали Они 18 Они вот такие вот березки Которые скреплять Свали Которые мы забиваем Чтобы сделать Дамбу И по ней Дорога восстановилась Это государство Должно делать Нам нужно до 26 числа Полностью подсчитать Вызвать Чтобы кто-то подсчитал Или они назначены Что мы сделали Своими руками Государство должно было Он первые столбы Сами ставили Даже трансформатор свой Привез брат Это государство должно Нет Дороги государство Дороги это очень дорогое удовольствие Я вам называл Одевые цифры А как это делать На Бога Надеюсь И вот 26 числа Будет суд Уже следователь закончил А все Я написал Я виноват во все Если ваш закон был бы божественным То я виноват по полной программе Но я против вашего советского Господь нам дал Расплатил нам На ровном месте Нам что-то в коровом Как говорили Где жертв взять На билы На долгую телегу Где брать Ну и вот Они там насчитали 25 тысяч Вот заплатили А у меня сейчас Пенсия 12 тысяч Так я не один еще Мы двое на одну пенсию Затем Затем месяце сход И так Помолитесь об этом Чтобы 26 числа Господь позволил мне Сказать слово Сказать там слово Я вам расскажу Все Как это было Откуда И почему такие вы И почему так много тех Которые не работают А юридические институты Выпускают и выпускают Им надо Я архипелагу А в первой стране насчитал И распространен Это у меня 22 материала Против меня было Когда тогда судили В 86 году Устали? Ну хотя бы одно Запомните 40 Это 12 глав 48 Слово Которое я говорил Оно будет служить нас В последний день Богу нашему славу Спасибо Господи Я думаю Мы Не потеряем Надеюсь Ну Основное Так Когда люди Свои десяти Поехали 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 Приди К нам И Спаси Нас Слава Отцу И Святому Духу И Ныне Поехали 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 Спасибо Господи Я добавляю только к тому, что у меня нет гуманитарного образования никакого, ни религиозного Я все Я все Вмог Xv. To know Спасибо 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 Продолжение следует...